Так, ну что ж, решил записать короткое видео на тему того, что произошло вчера, а именно вчера я пользовался клеем-пистолетом и прямо во время работы он взорвался мне в лицо. Вот, то есть, ну как бы он вспыхнул, был огонь, дым и все это выпорхнуло вот из бокового отсека, вот сюда, как вы помните, входит стержень с клеем, курок нажимается, толкает, вот он курок, толкает вперед стержень, он плавится в такой вот металлической трубке и выходит отсюда уже жидким, потом затвердевает, потому что остывает. То есть, ну, знаете, да, принцип клея-пистолета. Я решил все подробно описать, чтобы вы понимали, что может произойти, и очень жаль, что в этот момент не была включена камера, я еще помню, хотел снимать зап-процесс, именно как я клеил, да, там я клеил рамку. И надо было проклеить по периметру очень много клея, и я вот целый этот быстро выдавил длинный стержень, и вот еще вот второй почти закончился. Значит, что произошло? Качал я, качал этот клей, и в определенный момент просто отсюда такой огонь, дым, все это взрыв, я переиспугался, конечно же. И, слава богу, что в этот момент на мне были очки защитные, вот такие вот. И, как я потом посмотрел, на них ничего не было, никаких там ни ожогов, то есть, если бы мне их не было, вряд ли бы там что-то мне в глаза попало, осколки никакие ни ожоги не полетели. Но, дым вот этот вот, да, и огонь, он мог причинить ущерб, поэтому пользуйтесь защитными очками, вот на резинке очень удобной, с вентиляцией. По поводу клей-пистолета, значит, я не знаю, что это за бренд, скорее всего, это No Name, потому что, а я купил в обычном магазине, даже не в строительном, просто где всякие там бездлушки, обычный, самый дешевый клей-пистолет, No Name, ну, понятное дело, там, Шерпотреб, сами знаете, откуда. Вот. Поэтому, что могло быть причиной? То, что я слишком много пользовался, слишком интенсивно качал, пытался больше, больше, может быть. Дешевый клей-пистолет, скорее всего, это, по моему мнению, может быть, да. Но какие выводы делаете? Покупайте, используйте защитные средства, и моя рекомендация, это покупайте качественные инструменты, даже такие простые, как клей-пистолет, которые каждый ребенок, он пользуется, делает подделки, старайтесь покупать качественные бренды, которые с именем, или которые рекомендуют в магазинах, которые имеют гарантию, то есть, ну, которые не взлетят в лицо, короче, не сгорит это все очень быстро. Вот, ну, да, вот мы вот тут видим, кстати, я разобрал его, чтобы посмотреть. Вон, видите, клей начал влазить почему-то вот здесь вот, и, видимо, залил вот этот вот элемент, который не должен был быть залит, и произошло замыкание. Я не электрик, не знаю, как такое могло произойти, все-таки пластик, ну, не знаю, в общем, электрики, я думаю, поймут, и в комментариях напишут, что пошло не так. Ну, очевидно, что клей попал туда, где не должен был, но мне интересно именно, почему произошло такое замыкание. Да, взрыв был большой, много огня, много дыма, так что будьте осторожными.